здравствуйте друзья вечерний вопрос на канале я из москвы 28 лет закончил мифи математик системный программист специалист по старой советской градации что магистром на западе строго говоря не считается и сейчас в медленном режиме так получается работаю над диссертацией для phd по computer science по старой советской градации не было специалистов было просто высшее образование все это это не советское тоже постсоветское так слову понимаю что это нужное дело как хорошее подспорье при иммиграции может сильно помочь в диссертации в техническом плане все крутится вокруг базы данных microsoft сиквел сервер графовых баз данных там 4f и веб-интерфейс несколько лет назад после окончания вуза я освоил биржевый биржевой трейдинг американский рынок научился потерял почти всю выделенную для этого сумму но не обиделся дал себе слово что вернусь с нужным инструментом прочитал гору книг старых на английском и на английском нашел выделил главное это было непросто создал свой инструмент для оценки рынка и использую его с успехом пока на российской бирже хочу со временем выйти на американскую и японскую главный секрет не нужно ничего усложнять а все великое же придумано и сказано до нас я против алгоритмической и высокочастотной торговли хотя и писал роботов на мой взгляд это тупиковая ветвь михаил вы как-то говорили что у вас сосед по офису чем-то подобным занимается можно ли с ним организовать интервью интервью мы планируем но он абсолютно этим не занимается с абсолютно еще в школьное время учил и когда-то неплохо знал немецкий жил пару месяцев германии бывший гдр и там не очень понравилось по сравнению с тогдашней москвой начала двухтысячных много пассивных никуда и ни к чему не стремящихся людей в том числе молодых лишь бы прожить жизнь как нибудь при по расписанию одним словом скучная душная атмосфера или социализм их так душит европа мне не нравится а их хорошие вещи и так можно купить по интернету был несколько раз в японии понравилось очень это совсем другой дух и настоящий рынок фактически как половина американской экономики на четырех куцах островка не понравился только летний климат случается настоящая баня и то что японцы крайне плохо говорят по-английски без языка и без формального образования в японии делать нечего язык то не сложный надо же но письменность нужно учить несколько лет словом пока в иммиграционном плане склоняюсь к сша с детства люблю компьютеры и помню интернет 90-х начинал с html и c++ то что джава после этого кажется каким-то недоразумением это правда очень люблю оригинальную нейтивную нейтивную компиляцию то что сегодня называется unmanaged code а не интерпретируемый байт код как на джаве или c-sharp люблю ассемблер прямые машинные инструкции то что называется низкоуровневый кодинг есть опыт в реверс инжиниринге и отладки программ без исходных текстов анализ черного ящика опыт небольшой но хотелось бы здесь развиваться что-то вроде анализа тела вируса декомпиляции потокового анализа данных или промышленного шпионажа если играть в нападение знаю человека из россии которому по этой теме предложили в сан-франциско несколько лет назад 300 тысяч в год в итоге он уехал в рестон вашингтон аналог кремниевой долины недалеко от вашингтона ну не рестон конечно не рестон но там рядом да там microsoft рядом и занимается очень интересными вещами используя самый простой си как оказалось есть задачи где он эффективен в оригинальном в организационном плане анализа данных конечно я не люблю массовое движение вперед вместе с толпой зачем-то новомодным отдельной строкой не люблю стартапы основанные на сплаве эмоций толпы и модных технологий хорошо михаил расскажите пожалуйста что вы думаете обо всем этом хотелось бы некой пищи сюжетов для размышлений или направления на что обратить внимание роберт киесаки несколько раз возвращался к стиху нехоженная тропа роберта фроста мне очень близки эти идеи но не знаю кому обратиться особенно чтобы взгляд был из сша с местными реалиями такая высокая философская тема у нас наметилась друзья вот послушали мы о переживаниях знаете сегодня с утра тоже вот человек в европе живет а хочется в америку этом не знает толком как не в америку так ему вообще хочется в австралию канаду там еще куда вот а я никак не мог понять что ему там плохо но вот здесь тоже такое интересное мне кажется похожее действие происходит человек как бы не может определиться то есть ему нравятся какие-то вещи а какие-то вещи ему не нравятся но абсолютно никто не предлагает ему не уговаривает заниматься тем чем что ему не нравится никто не предлагает ему там 300 тысяч или даже 150 чтобы он поехал и что-то такое делал там в калифорнии в сан-франциско в штате вашингтон может быть она ему не нравилась может быть он все равно делал такие деньги но не предлагают и существенно в этом во всем только одна единственная знать чего ты хочешь когда ты знаешь чего ты хочешь это может быть что-то очень возвышенно очень возвышенно вот а может быть что-то примитивно давайте вот можно взять там и пивка там недорогого выпить а можно какое-то дорогое вино в бокальчике помешать мизинчик оттопырить несколько раз понюхать понимаете и все это так и чтобы по стеночкам стекала и это но надо знать что ты хочешь хочешь там хрящать 100 грамм хрящ не 100 грамм там хочешь там чтобы по стеночке стекал и обязательно пальчик оттопырить в сторону оттопырь пальчик но в данном случае мы как бы видим вот некий набор такого неопределенного вот-вот чего то такое хочется отчета не хочется самое в этом деле скверно это то что никто тебе не скажет что ты хочешь вот если ты хочешь что-то то там дальше проще дальше цель есть да когда есть цель уже путь всегда находится удивительное свойство пути состоит в том что он всегда находится, и не один путь, а много путей всегда находится. Как только у тебя цели нет, или цель у тебя какая-то такая пустышечная, несущественная для тебя, то есть ты себе сформулировал чего-то, а оно на самом деле и не важно. А то, что важно, ты как-то так не увидел, не признал. И получается, что и пути нет, и настроения нет, и никто тебя понять не может. Нет людей, которые к тебе присоединятся в отсутствии цели. Простой или сложный, понимаете? Вот у тебя какие-то сложные такие, возвышенные, понимаете? Чего-то тянет к возвышенному, а таких высоких, ну, относительно высоких материях человек рассуждает. И эмиграция, как бы, вот он не говорит, хочу эмигрировать, мне здесь душно, там, политический режим, я не могу там, не знаю, как мои дети будут в этом кошмаре расти, ничего этого нету. Ну, хорошо, нету и нету. Он там придумал, как на, там, какие-то простые алгоритмы, как играть на рынке. Ну, это массовое увлечение, это очень много народу. Там не каждый, может быть, может, там, закодировать это все. А таких, которые анализируют, боже, их невероятное количество. Я не знаю, насколько они успешны. Да. Это хорошее увлечение. Если оно так человека занимает и дает ему удовлетворение в жизни, ради бога. Ну, опять, одно дело, ты хочешь заработать, и ты видишь способ такой вот абстрагированный. Там, книжки почитал, значит, там, что-то такое сформулировал, запрограммировал, и сиди там, денежку греби. Вопрос вот в чем. Это ему в радость, ну, помимо финансового вознаграждения, по жизни оно ему в радость. Вот он ради этого пришел на свет, чтобы вот этим заниматься и самореализовываться через это. Или где-то есть какая-то самореализация, которая от него спряталась, и он думает, а где она, моя самореализация? Поэтому, что тут сказать? Значит, человеку не хватает реальных проблем, я бы сказал. Вот он решает какие-то проблемы, не связанные с тем, что голодает, или там, не дай бог, конечно, или там со здоровьем какие-то проблемы, или близким плохо, или там с детьми, не дай бог. У него такие проблемы, хочется сказать, что всем нам вот такие проблемы. И, конечно, это сложно так жить. То есть, вот когда ты, например, просто кушать хочешь, это совершенно другой уровень проблемы, и так, это проще решается. Там, пошел, там, где-то ящики потаскал, или там, не знаю, урок математики дал, там, школьнику, там, двоечнику, и глядишь, уже вот есть на покушать. А тут? То есть, я понимаю так, что речь идет о каких-то глубинных способах, глубинных интересах по самореализации. И непонятно, где она, эта самореализация. Ну, я бы, так, из общих соображений, не зная конкретно человека, я бы сказал, что надо попробовать сделать что-нибудь для других людей. Не обязательно в виде, там, каких-то денежных потоков, или даже, я не знаю, там, чего-то такого, что он умеет делать профессионально. Не обязательно так. Хотя, безусловно, если он пойдет, там, где-то на ютюбе какое-то видео напишет о том, как зарабатывать, или, там, например, какие алгоритмы, вот он чему-то научился, вот, взял бы, да рассказал, если не жалко. Вот, то это дало бы ему какой-то круг общения, каких-то людей, которые согласны, которые не согласны, которые хотят поговорить, поспорить, обсудить и так далее. То есть, вынесли бы в какую-то такую, ну, сферу жизни, где, может быть, ему было бы интересно, а может и нет. Вот, может быть, им как-то иначе, может быть, он, там, какие-то деньги потратил бы, там, не знаю, на детский дом. Или, например, там, ходил бы в какое-то место, где, там, дети-сироты, да, и, там, играл бы с ними, там, два раза в неделю по два часа. Там, не знаю, что бы он, там, с ними делал. Может, там, какие-нибудь интересные задачи по-математике бы рассказывал тем, кто интересуется. Вот, ну, не знаю, но есть очень много способов сделать что-то для окружающего мира. Может быть, ему этого не хватает, потому что, вот, я слушаю вот это все, и оно, то, что в его жизни происходит, зациклено фактически на нем самом. Вот есть он, и у него есть какой-то интерес, какие-то переживания, и все вот это вот внутри там крутится. Может быть, ему здорово было бы как-то вот так выплеснуть это все. У него же потенциал колоссальный. Понимаете, колоссальный потенциал у человека, и он как-то замкнутый вот так. Он напишет диссертацию, там, получит ученую степень. И можно теоретически сказать, конечно, так обобщенно, что он внес какой-то там, какой-то вклад, какую-то общую копилку. Замечательно. Но никто не поймет, не оценит, никто не скажет, боже, ты изменил мою жизнь. Вот, может быть, ему попробовать как-то изменить жизнь людей. Если хочется, но попробовать хочется. Может быть, ему попробовать, ему понравится, не знаю. Разные все люди. Понимаете, один реализуется, когда умозрительные какие-то схемы, и они потом вдруг работают. Понимаете, а есть люди, которые, наоборот, они хотят видеть результат своего труда, и чтобы все вокруг видели, и вот, и могли бы сказать, о, смотри, как, вот он там вырастил тыкву, или там дерево, там, привил какие-нибудь черенки, там, и так далее. То есть, разные, разные потребности у людей, разные способы самореализации. И вот, может быть, когда я вопрос зачитывал, люди, которые нас слушают, испытывали большое желание не дослушивать вопрос до конца, и, может быть, многие не дослушают, и скажут, ну, о чем вообще речь? Что это такое? А речь о самореализации. Речь о самореализации. Есть масса народу, которые ходят, и, знаете, вот рассуждают о стартапах. И вот тут стартап, и там стартап, и здесь стартап. И они прочитали кучу книжек про инвестирование на разных этапах. Они смотрят видео, они ходят, там, слушают каких-то там великих инвесторов. Они прочитали все, что было там про, значит, создателей, там, я не знаю, Майкрософта, Эппла, Фейсбука, и там, я не знаю, там, все, все. Это популярная тема, на эту тему пишут, но... И так далее. И когда я начинаю с ними рассказать про этот стартап, ну, что у них там за стартап? Значит, последнее, что их в этом деле интересует, я не говорю все люди, я говорю, что очень много таких. Последнее, что их в этом интересует, а кому с этого станет хорошо? Какую потребность такую общественную они удовлетворят, чтобы вот, ну, стоило ради этого жизнь тратить там, как-то вот... То есть им нравится, может быть, сам процесс, ходить на тусовки. Но у них не очень получается, потому что у них нет большой, высокой, красивой цели. Когда цель высокая, большая, красивая, во-первых, ты к ней совсем не так идешь, как, допустим, к маленькой и уродливой. Во-вторых, люди вокруг тебя, люди вокруг тебя, когда ты показал им цель, да, они объединяются, и возникает целая команда, и эта команда может любые горы своротить, если есть достойная цель. Вот, если цель, это все внутри себя, вот внутри себя, вот мне хочется, чтобы у меня был стартап. Ой, а там все скажут, как круто, там у Васи стартап. Это все для внутреннего потребления. Это как бы в мечтах, это скорее в фантазиях даже, не в мечтах. Вот мечта это когда такая серьезная, это уже печь такая, которую осталось только реализовать. Фантазия и не требует никакой реализации. А так, почему-то вдруг ему захотелось стартап, а завтра может еще что-нибудь захочет. Почему-то технологический, почему-то виртуальная реальность, почему-то еще 50 человек ходит с этой самой идеей одновременно с ним. Ну, это нормально, это неудивительно. Что касается, вот, может быть, другого аспекта, я бы сформулировал, помимо высоких-высоких таких, знаете, удовлетворений, что-то очень простое и достижимое, чтобы было понятно, что достижимое. Ну, например, он может сказать, да, ему не нравится Джава, ему не нравится быть там в толпе, там, и так далее, но это неплохо. Но, прежде чем быть не в толпе, надо что-то такое из себя представлять, вот, ну, что-то такое. Может быть, путь к этому лежит через то, чтобы побывать какое-то время в толпе. Вот, человек говорит, я не хочу там то, что все делают, там, где много народу. А ты сделай, ты попробуй. А ты выделись среди них, а ты набери капитал и денежный, и опыта жизненного, и опыта производственного, и самое главное, опыта общения с людьми, круг знакомств и так далее. Среди толпы, казалось бы, жуткой толпы людей, которые идут вот в том обозначенном направлении, в котором побежала вся толпа, вот, среди этой толпы есть там небольшой процент, может быть, пять, вряд ли десять, которые действительно что-то серьезное делают. Ну, и остальные так, ну, в общем, менее и еще менее, и совсем не серьезно, и так далее. Значит, вопрос не в том, что там толпа пошла, а вопрос в том, какое место ты занимаешься, в этой толпе? Ты возглавляешь эту толпу? Или ты в хвосте плетешься? Или ты, допустим, работаешь плечом к плечу с теми, кто ведет эту толпу? Поэтому, ну да, вот так, скучно, понимаете, скучно, вот. Так вот, если бы на языке Си, там и на 300 тысяч, но ведь так же, что получается, язык, за язык Си 300 тысяч никто не платит. Значит, что-то человек такое знает и умеет, что ему готово платить 300 тысяч, а язык Си, ну, какой язык был там, на ком было удобно, на том и писал. Имеется в виду, что он на любом языке напишет. Надо было бы на С++, он бы на С++, написал на Джаве, на Джаве. Ему же не за это 300 тысяч платят. Вот, поэтому, если тебе платят 300 тысяч, если ты знаешь что-то такое, что можно, там, поразить людей, которых трудно поразить, ну, выучи язык, кто ты или этот, что тебе не все равно, какой язык, что ли? Что за детский сад? Язык это инструмент, язык не для того, чтобы удовольствие получать, а когда ты на нем пишешь. Там совершенно, совершенно другие критерии, когда решают, на каком языке писать. Поэтому, что тут сказать? Я бы видел, вот, человека, который так рассуждает, вот, смотрит и так далее, я бы его хорошо видел в академии. Да, вот он каким-нибудь там, вот, там, получит своего PHD, и вот будет день профессором. Чем профессор хорош? Он такой умный, он знает много, книжек начитался, может быть, даже сам пару книжек написал, но он абсолютно от него не ожидается, от профессора, что он живет в реальном мире. Наоборот, от него ожидается, что он живет в мире таком, не обязательно реальном. Вот, так, что-то такое, картинку красивую нарисовал, девчонки там тоже уши развесили, всем интересно. И, вот, это такая профессорская такая вещь. Самое главное, чтобы профессора не управляли, там, государством, экономикой, там, ну вот, как бы, реальными вещами, где можно сильно навредить, сломать, там, и так далее. А так, поговорить, что, нормально. То есть, может быть, действительно, у парня получится хорошая академическая карьера. Да, он такой вот, соображает хорошо, там, у него есть свои, там, интересы, симпатии, он способный, видите, он, там, вычленил какую-то информацию, пусть даже базовую, говорит, все уже написано, это правда, но кто же в состоянии-то, вот, из многих-многих книжечек вытащить вот, вот ту самую, вот ту базовую, которая уже написана, один на миллион, ну, так, может быть, вот и, как бы, вот на этом и играть, так, так мне кажется, то есть, когда вот есть такой талант, надо его использовать, так что, а может, он и академиком станет, а что не стать академиком, правда, если талант есть. талант, внутренний, да, вот, так, так, вот, Субтитры подогнал «Симон»